Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим и размещаем специально для вас дополнительный аналитический контент. Ну что, сегодня мы подводим итоги очень важной с точки зрения фундаментального фона пятницы, потому что в пятницу был опубликован отчет по состоянию американского рынка труда. Всем известный релиз Non-Farm Parals. Напомню, что в этот раз публикация отчета совпала с празднованием Страстной Пятницы. И, конечно же, по этой причине ликвидность была ниже, чем обычно. И мы работали с этим релизом в условиях тонкого рынка. Изначально был, конечно же, расчет, что мы можем либо получить очень интересную динамику из-за, опять же, следствия тонкого рынка, либо волатильность будет низкой. И, в принципе, мы увидим про торговки в рамках каких-то сут, обычных, обычных колебаний. Ничего интересного в плане динамики не было. Сегодня пасхальный понедельник. Заранее нельзя сказать то, что уже все на финансовых рынках, то есть вернулись к трейдингу. Я думаю, что более-менее нормальная торговая сессия будет уже вторым. Ну, торги уже доступны. Я думаю, то, что волатильность постепенно будет возрастать. Если подводить итоги торговой сессии пятницы, что мы увидели по факту опубликованного релиза. Количество новых рабочих мест, которое было создано вне сельскохозяйственного сектора США, 236 тысяч. Прогноз был 240 тысяч. Вроде бы как, сопоставляя с прогнозом, значение примерно такое же. Никаких серьезных отклонений. Но если сравнивать фактическую цифру прошлого месяца с тем, что было два месяца назад, то есть с показателем занятости за февраль, тогда прирост был 326 тысяч новых рабочих мест. И текущие уже показатели 236 тысяч, он сильно отстает. Но в целом, если как бы подвести какой-то итог, можно сказать, что этот отчет не оправдал ожидания оптимистов и ожиданий пессимистов. Такая золотая середина. Это цифра, которая не позволяет нам говорить о том, что рынок труда прям растет. И эта цифра, которая не дает нам возможности сказать то, что этот сектор американской экономики сильно стагнирует. Поэтому, если мы посмотрим на общую реакцию рынка на этот отчет и на то, как эта статистика, которая вышла, теперь повлияет на будущее решение американского регулятора по ключевой процентной ставке, нам помогает это сделать инструмент FedWatch, то в целом настроения остались точно такими же, как были до выхода нонфармов. Позиционирование то же самое. Чуть-чуть округлим 50 на 50. 50% трейдеров считает, что ставку уже фактически через три недели на заседании в мае американский регулятор повысит на 25 байсных пунктов. Оставшаяся часть трейдеров другие 50% полагают, что ставку оставят на прежнем уровне. Если говорить прям точно по цифрам, то могу сделать акцент на то, что большинство все-таки склоняется в сторону выжидательной позиции. Ранее я озвучил вам свою точку зрения, считаю, что в текущих условиях американскому регулятору лучше не повышать процентную ставку, потому что экономические условия, экономическая среда явно не располагают к тому, чтобы дальше существовать в условиях более высокой стоимости кайтования. Очень много отчетов, которые мы разбирали до выхода нонфармперлс, АСМ производственного сектора, АСМ сфер услуг, дефицит, рост дефицита торгового баланса в США. Это все дополнительные частички пазла, которые говорят о слабости и уязвимости американской экономики к дальнейшим необдуманным действиям американского регулятора по процентной ставке. Я допускаю, что через какое-то время, когда скачок цен на нет, преврошедший после решения страны ОПЕК, дополнительно сократить объем нефтедобычи, рост инфляции снова станет глобальной проблемой. Тогда регуляторы вернутся к необходимости борьбы с индексом потребительских цен через проведение более жесткой монетарной политики. Но на одном из своих последних брифингов я говорил вам, друзья, что, скорее всего, это как раз то, о чем мы с вами поговорим, но не сейчас, а через 2-3 месяца, может быть, даже позже. На текущем этапе, я думаю, мы с вами имеем полное право говорить о слабости американской экономике из-за слабых релизов и все еще актуальной проблеме в национальном банковском секторе. И отсюда делаем вывод, что на текущих этапах нету какой-то, ну, пожарной необходимости Федрезерву бороться с инфляцией, которая и так идет на спад и снижается уже не первый месяц подряд. И выжидательная позиция отсутствия изменений по процентной ставке сейчас, мне кажется, наиболее верное и стратегически правильное решение. Как оно повлияет на доллар? Доллар без поддержки Федрезерва в виде жесткой монетарной политики, конечно же, лишится прежних факторов роста. Поэтому, как и ранее, я рекомендую, друзья, пользоваться текущими условиями и пока что рассматривать индекс доллара только с точки зрения шартовых сделок. На этой неделе куча отчетов по доллару, в частности, очень важная будет среда, потому что в среду будут данные по инфляции в США за прошлый месяц и вечером будут опубликованы протоколы последнего заседания американского регулятора. Поэтому торговая сессия среды не заставит нас скучать и не позволит нам это сделать. Я ожидаю резкого возрастания волатильности, мощных движений и надеюсь, что индекс доллара завершит торговую сессию среды серьезным снижением. И дальше будет тяготеть к более низким уровням, к психологической планке 100 пунктов ближе к концу уже недели. Золото 1990. Мой прогноз пока не меняется. Я считаю, что будет повторный всплеск интереса к этому инструменту и золото уже точно обосновится выше 2000 долларов за тройскую унцию. Европейская валюта 1,09. Ждем по-прежнему теста поддержки, точнее сопротивления 1,10. Из последних релизов стоит отметить сильный отчет по промышленному производству в Германии, плюс 2% роста против прогноза 0,1%. И очередные комментарии главного экономиста Европейского центрального банка Филиппа Лейна, который снова делает большой акцент на проблему роста базовой инфляции и отсюда подогревает рыночные ожидания к тому, чтобы Европейский центральный банк повышал процентную ставку. Но фактически Лейн говорит от ЕЦБ, от лица Лагарда и повторяет, что ставка будет повышена. Если мы сейчас, так же как и в ситуации с Федрезервом, попробуем взглянуть на вероятность оцениваемой трейдерами относительно процентной ставки, то вы увидите, что большинство сейчас за то, чтобы ставку повысили на 50 байсных пунктов. Я разделяю эту точку зрения, поэтому считаю, что евро будет и дальше интересен для покупателей. Доллар канадец 1,3512. В эту среду состоится заседание Банка Канады. И отсутствие каких-либо решений. Сейчас основной, по изменению ставки, основной прогноз. Я думаю, что действительно ставку менять на текущем этапе не будет, потому что все неплохо в канадской экономике. Но сам факт того, что экономические условия улучшились и при необходимости, например, Банк Канады легко может вернуться к прежней траектории повышения процентной ставки, это должно оказать положительный эффект на канадскую валюту. Вкупе с дорогой нефтью, с ожиданием снижения курса доллара, с выходом данных по канадскому рынку труда на прошлой неделе, очень сильный отчет, я допускаю, что пара доллар-канадец продолжит развитие нисходящей динамики и в рамках этой недели протестирует поддержку 1,34. Австралийц против доллара 0,6662. Ждем дальнейшего роста. Резервный банк Австралии пока что в числе отстающих. Резервный банк Новой Зеландии, коллега, по сути, регулятора, уже повысил процентную ставку на 50 байсных пунктов. Я думаю, что через месяц Резервный банк Австралии тоже пойдет на такое решение. Поэтому заранее, сохраняя интерес к этому инструменту, можно оказаться в очень стратегически верной сделке и на этом неплохо заработать. И хочу обратить ваше внимание также на пару доллар-иена, которые сейчас котируются на отметке 132.72. Какой-то рекомендации пока давать не буду. Можно последить за развитием событий со стороны. Но на неделю, я думаю, мы добавим эту пару к нашему портфелю. Потому что с сегодняшнего дня на пост главы Банка Японии вступает Уэда. Он замедит Куроду и, соответственно, возродит спекуляцию на тему местности все же дальнейшего ужесточения монетарной политики. Десятилетия продолжаются вот эти экономические стимулы, которые были анонсированы еще Куродой. В экономику за этот период времени были влиты сотни триллионов иен. Но каких-то серьезных, значимых результатов Курода так и не добился. Потому что дефляция ранее так и осталась проблемой. Уровень государственного долга достиг каких-то немыслимых масштабов. Да и темпы роста японской экономики сильно отстают от темпов роста других развитых рынков. Конечно же, нужно что-то менять. Я возлагаю, друзья, очень большую надежду, делаю большую ставку на Уэду, что он все-таки сменит текущий вектор денежно-кредитной политики и создаст условия для последующего повышения процентной ставки. И долгосрочно до конца этого года эта сделка может стать очень интересной. Тем более, что City Bank of America ожидают пару доллар-иенов в районе 125 иен за доллар. Друзья, также напоминаю, что сегодня традиционно для понедельника состоится вебинар в 15.00 по московскому времени. Разберем ту тему, которую выберете вы. В нашем телеграм-канале мы проведем опрос, предложим несколько тем на выбор. Та, которая наберет больше всего ваших голосов, станет центральной в ходе моего предстоящего выступления. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!